МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Финальные республиканские игры «Зорница» и «Орленок». Микс танца, песни и акробатики актеры китайской оперы удивили чебоксарских зрителей. Сегодня в России день памяти и скорби. Ровно 76 лет назад началась Великая Отечественная война. В регионах страны вспоминают тех, кто сражался на фронтах и ковал победы в тылу. Траурный митинг прошел и в Чебоксарах. Это день, о котором страна не вправе забывать. Несмотря на преклонные годы, ветераны прекрасно помнят, как начиналась кровопролитная война. Зинаида Соловьева тогда жила в Калужской области. Фашисты оккупировали этот регион спустя полгода. Ее 10-летнюю девочку и других жителей сослали в концлагерь. Говорит, что выжить помогло только чудо. Мы убежали из лагеря, а то бы нас сожгли. Других жгли, а нас не успели сжечь. Мы проволоку там один старик разрезал, начала сильная бомбежка, и мы убежали. Окопы были нарыты. Мы попрыгли в окопы. А на рассвете нас освободили американцы. И потом передали, до речки довезли и передали русским. Не раз на грани жизни и смерти находился и ветеран войны Петр Теплов. На фронте он служил связистом, вспоминает, как приходилось тянуть телефонные кабели под пулями и по мином полям. Войну начали с Нарофавинска, Халинский фронт, Сычевка, Ржев, Псковская область, Великой Луки освобождали. Потом Белоруссию полностью освобождали, Литва. И в Латвии закончили войну. Курлянскую группировку ликвидировали. Вот предлагается Курлянда Барингу. За четыре года боев страна потеряла более 27 миллионов человек. В республику не вернулся каждый второй, ушедший на фронт. Война собрала скорбную дань с каждой семьи. В войне четыре брата и сестра служили. Тогда я учился в 10-м классе. И я служил в 49-й по 53-й в авиации. Почтить память солдат-освободителей к монументу славы приехали сотни горожан. В траурной колонии участники войны, труженики тыла, депутаты, члены правительства. Памятный венок к вечному огню возложил и глава региона. Память погибших на войне почтили минутой молчания. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. К другим событиям. Сегодня в Щебоксарах открылись волковские чтения, посвященные 90-летию академика Геннадия Волкова. Наш земляк, основоположник этнопедагогики, его идеи нашли практической применении не только в России, но и за рубежом. Среди его учеников нынешние профессоры и ректоры учебных заведений, доктора и кандидаты педагогических наук. Чуваши и марийцы, калмыкии и казахи считают его своим учителем. Я с ним не просто встречался, спорили, делились. Когда я писал диссертацию, его мысли тоже были взяты для того, чтобы расширить вот эту проблему. Ну, я изучал двуязычие в Поволжье. Этнопедагогика сегодня не просто как рядовая отрасль общей педагогики, она расширилась и вглубь пошла. Те, кто внес существенный вклад в развитие этнопедагогики, сегодня получили высокие награды из рук главы Чуваши и Михаила Игнатьева. Для меня, во-первых, большая честь получить эту награду. В этом зале сидят гораздо более достойные ученики Геннадия Ивановича Волкова и за пределами этого награды в здании. Но я надеюсь, что эта медаль станет государственной наградой Российской Федерации и эти ученики, достойные ученики, получат государственную награду. Основная тема конференции – этнопедагогика как фактор сохранения российской идентичности. Этой проблеме посвятят круглые столы и заседания. Кроме этого, на площадках будут работать этнопедагогические и творческие мастерские. Волковские чтения продлятся три дня. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика. Первая региональная конференция по финансовой грамотности и финансовой доступности состоялась сегодня в столице Чуваши. Организаторы уверены, что грамотность и доступность денежных средств – два логических звена одной цепи. Быть финансово грамотным, чтобы иметь доступ к деньгам, причем как к юридическим, так и физическим лицам. Об этом говорили сегодня участники конференции. В их числе известные в банковском сообществе эксперты, представители саморегулируемых организаций микрокредитных компаний, агентств и союзов. По их мнению, малый и средний бизнес постоянно нуждается в средствах, но порой не знает, как и где их найти. Хотя финансовых инструментов, поддержки вокруг достаточно. Участники конференции делились своим опытом работы, рассказывали о интересных региональных практиках микрофинансирования разных сфер предпринимательства. Отдельно обсудили проблему защиты прав потребителей и услуг, механизм противодействия деятельности финансовых пирамид, уровень информационной открытости. Во взаимоотношениях двух сторон – потребителей и финансовых инструментов – обязательно должно быть доверие. Только тогда можно говорить о достижении желаемого результата. Работникам прокуратуры Чувашия представили нового руководителя. Президент России назначил на эту должность Василия Пословского и сегодня он обозначил первоочередные задачи. О первом рабочем дне нового прокурора Дмитрий Ковалев. На этом стенде скоро будет размещена и фотография Василия Пословского. Он стал 21-м прокурором в истории республики. Чтобы представить его коллективу из Москвы прилетел и бывший руководитель ведомства, ныне заместитель генерального прокурора страны Сергей Зайцев. Он отметил, что у руля региональной прокуратуры встанет настоящий профессионал. С 17 июня состоялся указ президента о назначении на должность прокурора Чувашской республики Пословского Василия Митрофановича. Я с удовольствием представляю вам Василия Митрофановича. Это профессионал, человек опытный. С 84-го года, по-моему, находится на службе органов прокуратуры. Последовательно занимал все должности районного звена, областного. Работал прокурором Адольевского района Тульской области, Пролетарского района города Тулы, заместителем прокурора Тульской области. Долгое время Василий Пословский руководил прокуратурой в республике Адыгея. Регионы разные, но закон для всех один. Приоритетов в работе немало. Необходимо укреплять правопорядок, контролировать миграционные потоки, устранять попытки экстремизма. Я думаю, что мы все общим усилием постараемся и укрепить состояние законности, сделать все так, чтобы комфортнее жилось население, еще комфортнее, чем было. Чтобы все понималось, полуслово везде, со всеми его взаимодействиями, чтобы работалось и с органами законодательной власти, и с органами исполнительной власти, и судебной власти. Пословский признался, что положение дел в регионе изучить успел. Говорит, что прокуратура республики работает успешно. Кадровых перестановок, отмечает новый руководитель, в ближайшее время не предвидится. Но все же оргвыводы сделать придется. Нужно ознакомиться с составом, который здесь работает. И не только ознакомиться с характеризующими данными, с результатами работы, кто на что способен. Когда я сейчас говорил о том, что нужно проанализировать предварительно каждому коллективу. Конечно, я имел в виду и каждому персонально свои данные, результаты работы. Василий Пословский говорит, что республиканская прокуратура рассчитывает и дальше тесно взаимодействовать с правоохранительными структурами. Василий Пословский обещает наладить и тесное взаимодействие со средствами массовой информации. В ближайшее время он намерен подвести итоги работы ведомства за первое полугодие. Ну а сегодняшний рабочий график нового прокурора расписан буквально по минутам. Василия Пословского принял и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Сегодня был у вас в гостях. Мы коллективу представили, весь генералитет присутствовал. Глава республики пожелал Василию Пословскому эффективной работы. В год экологии необходимо сделать акцент на проблемы охраны окружающей среды. Должен быть обеспеченный общественный порядок. По охране общественного порядка, по разным правонарушениям, преступлениям. Преступления, правонарушения выявляются. Должностные лица виновные привлекаются к ответственности по всем направлениям. Руководить прокуратурой Чувашии Василий Пословский будет ближайшие пять лет. Этот срок прописан в указе президента. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Трагическая новость. Прошлой ночью в Цивильске нашли тело 11-летней Насти Осиповой, пропавшей неделю назад. Все это время полиция и волонтеры продолжали поиски. Тело обнаружили в одном из гаражей неподалеку. Подозреваемый в убийстве задержан. В ходе масштабных следственных действий противно-расследственных мероприятий, проведенных следователями Следственного комитета, совместно с сотрудниками органов внутренних дел, была требована информация о владельцах гаражей, которые расположены в зоне поиска пропавшей девочки на территории города Цивильска. После получения этих сведений были определены лица, которые имеют для следствия оперативный интерес. В ходе проверки этих лиц, а также тщательно проведенного дополнительного осмотра места происшествия, в одном из гаражей было обнаружено тело пропавшей девочки с признаками, свидетельствующими о криминальном характере ее смерти. В последующем, в ходе проведенных противно-расследственных мероприятий в городе Чебоксары, был задержан подозреваемый в ее убийстве. Им оказался 23-летний житель города Цивильска. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Они знают все секреты молочного животноводства. Сегодня в Чебоксарском районе открылся республиканский конкурс дуэров и техников-оссеминаторов. Участники – 42 победителя районных соревнований. За два конкурсных дня животноводам предстоит показать свои знания, теории и применить их на практике. На время разобрать и собрать доильный аппарат, с его помощью подоить корову. А еще нужно в совершенстве владеть техникой искусственного осеминения. Такие конкурсы позволяют специалистам-животноводам оценить свои знания и успехи, совершенствовать дальше выбранные профессии и показать свои профессиональные способности. Лучшие специалисты представят нашу республику уже на всероссийском конкурсе, который пройдет в Мордовии. Военизированная база развернулась в Цивильском районе. Четыре дня юные патриоты-участники Игорь Зорниц и Орленок соревновались в силе и ловкости. О борьбе за победу Юлия Важенина. Полоса препятствий, стрельба из пневматической винтовки, кросс на тысячу метров и стафета по плаванию на 50 метров. Все это преодолевали юные армейцы. На этот раз за звание победителей боролось 83 команды, а это 800 юношей и девушек. С этого года еще на стрельбе стреляли ребята с автомата Калашникова, с автомата ППШ и малокалиберной винтовки. Никуда такого не было. Это первый раз в этом году. Команда у меня самая лучшая. Мы все собираемся выбирать военное направление, хотим поступать в вузы. И мы вообще патриоты своей родины. Для Алексея Шмелева самым интересным в этом году стал конкурс найти снайпера. Для этого участникам надо было совершить настоящий марш-бросок. Очень много мы бегали. В одну сторону было вроде 7,5 километров. И обратно еще по лесу. Там рядом болото. Все такое. Было очень интересно. Самое такое запоминающее было вот это. А Егор Селиванов из Батриева участвует в Зорнице с определенной целью. Он мечтает стать спасателем и считает, что именно Зорница поможет ему подготовиться к будущей службе. Я уже участвую не первый год. Мне эти соревнования очень нравятся. В прошлом году заняли второе место. В этом году хотим выиграть. Поехать в Зорнице положиться. Кстати, в этом году игры Зорницы и Орленок прошли в Цивильском районе. На этот раз для участников создали комфортные условия. Жили они не в палатках, как раньше, а в корпусах. Это очень хорошо. Так как утром, когда просыпаешься в палатках, немного холодно. И от этого не очень комфортно. Теперь мы еду сами не готовим. Нам готовят в столовой. Очень вкусно. И это очень удобно. Нет комариков, когда кушаете. Очень чисто. Это хорошо. Четыре дня пролетели незаметно. За это время юно-армейцы из соперников превратились в настоящих друзей. А лучшие из лучших теперь будут защищать честь родной республики на окружном этапе Зорницы и Орленка. Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. К новостям культуры. Сегодня в Чебоксарах состоялось выступление театра Сычжоуской оперы провинции Аньхой Китайской Народной Республики. Театр известен во всем мире своими особенными музыкальными постановками. Первыми зрителями спектакля стали участники детского сводного хора России. Китайский музыкальный театр объединяет в себе элементы музыки, пения, танца, акробатики и восточного военного искусства. Для него характерно обращение к народной тематике. Так, танец Хуагу Дэн в исполнении коллектива с барабанами и фонарями включен в список нематериальных культурных ценностей. Он является наиболее выдающимся народным танцем китайской нации и называется «Восточный балет». Мы приехали в Россию из провинции Аньхой, чтобы принять участие в праздновании Дня Республики в Чувашии. Мы здесь представляем народные песни, танцы, которые очень ценятся у нас на родине. Эту опера никого не оставит равнодушным. В составе театра 27 актеров. Участники оперы успели побывать в Америке, Таиланде, Венгрии, Сербии и в ряде других стран. Зрелость и совершенство уникального сценического действия вырабатывались годами и оттачивались поколениями знаменитых актеров. Сыджойская опера – одна из разновидностей китайской оперы, которая характеризуется именно провинцией Аньхой, то есть городом, где она зародилась. Сегодняшнее наше выступление представляет собой множество традиционных песен и танцев. Народный коллектив обязательно выступит на Дне Республики. Планируется его участие и на других праздничных площадках. Рифат Фаткулин, Сергей Адушкин, Республика. 24 июня – День Республики, однако программа праздника настолько насыщена, что часть мероприятий пройдет уже завтра. 23 июня в 9 часов откроется 10-й юбилейный экономический форум. В нем примут участие более 700 человек из разных регионов России и зарубежных стран. Пленарное заседание форума посвящено теме «Регионы России. Новые точки роста». В 11 часов торгово-развлекателям комплексы «Контур» официальное открытие от традиционной выставки «Регионное сотрудничество без границ». Одновременно начнет работу 15-й всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства «Русь-мастеровая». Понаблюдать за работой мельцев можно будет на Чебоксарском Арбате. Коллективы участники 25-го фестиваля народного творчества «Родники России» будут выступать на Красной площади с 18 часов 30 минут. На главной сцене праздника будут честовать и победители регионального этапа национальной премии «Бизнес-успех». Их имена вы узнаете в 18 часов. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь, но ненадолго. Увидимся завтра в это же время. А 24 июня в 17.30 в эфир выйдет специальный праздничный выпуск программы «Республика». Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова